Вопрос в том, что неэгоистические поступки, неэгоистическая этика, неэгоистическое добро, оно может быть не только в виде совести, то есть в виде какой-то интуиции, но оно может быть теоретически, мы не знаем на самом деле. Как ее выстраивать сейчас, но она может быть и разумной. И вот если говорить о разумной стороне вот такой вот неэгоистической этики, то это то, что называется коммунизмом. Уж не знаю, насколько это слово там имеет какие-то политические обертана, это уже другой разговор, но суть его состоит в том, что есть некое родное идеальное понимание общества, которым воплощена максимально идеальная этика. И это максимально идеальная этика, это та этика, которая понимается как этика добра. То есть понятное дело, что в любом обществе должна быть справедливость, потому что справедливость это просто равновесие, это стихия. Она естественно устанавливается, независимо от того, коммунизм это там, или там просто демократия какая-нибудь, или вообще говоря, какой-нибудь там даже деспотия, это не важно. Просто этика справедливости, она естественным образом устанавливается как равновесие, как симметрия и прочее, как некий гомеостаз. А вот этика добра, она не может установиться естественным образом, она требует вот некого рода, некоторого рода сознательных усилий. Потому что человек должен осознавать, что он не должен отвечать на добро злом. И вот это коммунистическое общество, это то общество, в котором максимально искоренено всякое зло, и в котором все люди действуют в отношении друг друга в добре. И причем, когда мы говорим о том, что человек есть частичное существо, то мы имеем в виду, что вот люди так организованы в обществе, что они максимально, ну, конечно, так не бывает, что уж во всех отношениях, ну, максимально стремятся как бы друг к другу, в отношении друг к другу совершать только добро. И вот стоит проблема теперь о том, как понимать вот такое вот эгоистическое поведение с точки зрения уже не только совести, но и с точки зрения вот сознательного поведения. В чем тут состоит проблема? Проблема состоит в том, что для того, чтобы быть сознательным, нужно сформулировать свое поведение в некоторых правилах или принципах, да. Ну, как-то его вообще сформулировать. А мы говорим о том, что добро, вот эта конкретность правильного поведения, оно не может быть сформулировано в принципах, не может быть сформулировано в правилах, в заповедях и прочее. То есть, все, что можно сформулировать, можно сформулировать только на уровне справедливости, то есть, на уровне симметрии, на уровне равновесия. А вот сформулировать этику добра в своей конкретности для всех случаев, да, вот в виде абстрактных принципов невозможно. И в этом состоит трудность. То есть, с одной стороны, мы должны остаться в добре, и поэтому мы должны действовать конкретно, но действовать конкретно не только исходя вот из некого интуитивного понимания добра, но действовать конкретно исходя из некоторого разумного понимания добра. Но для того, чтобы разумное понимание добра существовало, оно должно быть как-то сформулировано, в виде каких-то, как-то разумно выведено. То есть, по крайней мере, должна была существовать какая-то теория того, как нужно себя вести. А эта теория невозможна, потому что добро всегда конкретно, а всякого рода теория – это нечто абстрактное, да. То есть, это опять же, как бы замкнутый круг, здесь вот есть некое противорище, да, между тем, что всякого рода разумная этика, всякого рода сознательная этика, она должна быть сформулирована в виде правил, в виде неких принципов, а этика добра не может быть сформулирована. Но именно в этом проблема, на самом деле, что коммунизм не удается. То есть, проблема коммунизма состоит не в том, что люди там природы свои не тянут, или какие-то еще там какие-то из-подводные камни, да, там. Хотя ведь коммунизм противоречит человеческой природе, как я говорю, да, то есть, противоречит пищевую, потому что это неестественное состояние человечества. Но проблема, как мне кажется, самая главная состоит в том, что вот этот коммунистический вот этот идеал, он не может быть сформулирован. То есть, люди понимают тут, как бы, что он вроде как правильный, даже какие-то принципы пытаются выстраивать, типа там, от каждого по способностям, каждого по потребностям. Вот, заметьте, в самом принципе, от каждого по способностям, каждого по потребностям заложено отсутствие равновесия, да, отсутствие вот этого чая, вот этого понятного нам принципа «ты мне, я тебе», там, вот это, или принципа равного воздаяния, да. Получается, я могу, допустим, при коммунизме много работать, а мало потреблять. Или наоборот, другой человек может в силу своих особенностей, там, допустим, телесного состояния, здоровья и прочего, там, мало работать, а много потреблять. Потому что ему нужно лекарство, там, особые условия, там, климат какой-то и прочее. То есть, сам коммунизм уже построен на том, что люди, ну, как бы, соглашаются с тем, что вот существует, и необходимо существует некого рода неравенства, да, в обществе. Но неравенство построено на принципах вот этого вот добра. Потому что одному человеку нужно чего-то больше, другому нужно другого больше, а третьему нужно третьего больше. Где-то здесь я могу, допустим, себе отказать, там, а другой, допустим, не может, и так далее. То есть, когда общество устроено тем способом, что каждый максимально отдает себя, да, обществу, и максимально, как бы, от общества получает. Ну, такое некое разумное, идеальное общество. Еще раз говорю, что мне кажется, что проблема коммунизма состоит в том, что его невозможно сформулировать. Кроме вот таких вот каких-то предварительных замечаний о том, что это не общество справедливости. Потому что вот та демократия, которую мы видим в западных странах, да, которая, как бы, для нас во многом является идеалом того, как может быть устроено справедливое общество. Ну, сейчас оно, может быть, не в самом идеальном виде находится, да, вот конкретно сейчас. Ну, вообще, в принципе, своей идеей. Она состоит, она базируется на том, что общество разбито на вот таких индивидов, на атомы, да, и каждый атом соотносится друг к другу, ограничивает свою свободу. Из этих атомов выстраивается некое целое видеообщество. И вот такой атомизм, да, вот такой общественный атомизм, и порождает, на самом деле, понятие, в политике порождает понятие демократии, да. И эта демократия базируется на чем? Базируется, прежде всего, на законах. То есть, это некое законническое общество, где главенствует прежде всего закон. Да, и это общество, некое общество справедливости только. И они считают, что это, на самом деле, идеал общества. То есть, то, чего должно стремиться общество, и в чем состоит цель любого общества, с точки зрения вот этого атомистического представления на него, да, как что общество складывается из таких атомов универсальных людей, да, и на универсальных индивидов. Он состоит в том, что его может заключаться только в справедливости. Коммунистическая идея как раз указывает на то, что вот это общество, которое стремится к справедливости, оно на самом деле не последнее дело общества. Есть другое общество, где справедливости нет, как оно понимается в «демократии» . Оно понимается в том смысле, что сколько ты выкладываешь, только ты и получаешь. И в этом состоит справедливость. Ты вложил 100 рублей, и ты можешь потребовать их возврат. А коммунизм как раз основан не на этом. Он основан на том, что ты даешь обществу столько, сколько можешь, а получаешь столько, сколько надо. То есть это естественный принцип неравного воздаяния. Тут никакой справедливости нет. Но этот принцип может быть основан только... Как же у тебя в демократии тогда образуются мультимиллиардеры и все остальное? Они образуются тем способом, что разный старт. Как рассуждает любое демократическое общество? Оно говорит о том, что у тебя, конечно, открыты возможности. И ты можешь начать с нуля и довести свой капитал или свое развитие до любого наперед заданного уровня. Это как бы в идеале так описано. Но на самом деле старт разный. Кто-то рождается в семье богатых родителей, а кто-то рождается в бедной семье. Кто-то рождается способностями, а кто-то рождается ограниченными способностями. Какими-то, может быть, даже увечьями и прочее. Кто-то рождается умным, условно говоря, а кто-то рождается дураком и так далее. То есть изначально разный старт. Что коммунистическое общество нацелено на то, что вот этот разный старт, оно должно уравновесить правильным устроением общества. Где тот, кому от природы дано больше, знаешь, как в христианстве говорится, кому больше дано, того больше спросится. Точно так же и здесь. Если мне дано больше, если мне дано богатство, изначально лучшее здоровье, лучшее, допустим, больше способностей каких-то. То я должен эти все способности приложить для пользы всего общества. Потому что кто-то этим обделен. Я должен как бы поделиться природными дарованиями. То есть природные дарования всех людей являются достоянием не каждого отдельного человека, как вот сейчас в демократическом обществе. А достоянием всего общества. Общество распределяет свои ресурсы следующим образом. Оно видит, у людей, допустим, определенных способностей, их надо направить, вот как плановая экономика у нас была. Она же, это ведь не глупость на самом деле. Она распределяет правильно, вот у общества есть ресурсы, она правильно распределяет ресурсы, чтобы максимально в каждом отдельном случае получить их наибольшую эффективность. Тот, кто способен на одно, отправляется на то, на что он способен. Другой отправляется на другое. А не так, как придется. Понимаешь, как, ведь демократическое общество, которое утверждает абстрактно, что у тебя есть любые возможности, что ты на самом деле универсальный человек. Ведь она базируется на вот этой идее универсального человека, который я живу. Боже Влад, придите, я хотел тебя спросить. А вот смотри, вот эти все философы, они вот взяли разные там, ну, попытались человека свести к каким-то простым вещам, к которым человек, безусловно, не сводится, да? А к сознанию кто попытался свести человека? Ну, Гегель, наверное. Ну, это... Так вот, как бы завершая разговор о коммунизме, что коммунизм, конечно, сейчас мыслится как отрицание вот этого демократического общества. Причем, как бы, демократическое общество, еще раз говорю, оно естественное общество, да? Оно вырастает из самого естества, вот этого, из самого стихии природного равновесия. Но оно, в силу того, что оно стихийное, оно неразумно. Именно отсюда возникают вот эти перекосы, потому что одни богатые, а другие бедные, там, одни здоровые, другие больные и так далее, там, да? И все беды, как бы, внутри общества, вот все вот эти конфликты и катастрофы, они как раз связаны с тем, что существует вот эта стихия, да, которая проявляется везде. Которая... Стихия равновесия, да, вот она везде себя проявляет и везде, как бы, вот, создает вот эти вот конфликты. А коммунистическое общество, оно должно быть неравновесным, да, но его неравновесие должно вот компенсировать внутренние вот эти напряжения, связанные с тем, что люди изначально, с осового старта, с рождения получают разные дары. Вот в этом состоит идея коммунистического общества. Как оно должно... Дело не в том же, как оно должно... Это блеотина получается. Почему? Ну, я не знаю, ну, что же тогда получится? Мы возьмем одаренного человека, у которого прекрасное здоровье, прекрасные умственные способности, как сказать... И направлено служение в обществу. Талант, талант там всякий. Да, и направлено служение в обществу. Подожди, подожди, и мы у него все отнимем и отдадим это какому-нибудь там дауму, да? Нет, не так. Зачем мы отнимать будем что-то? Вот есть общество. Но дауну много надо. Подожди. А этому не много, чтобы он жизнью... Нет, нет, ты не понял, что-то ты как бы исходишь из нужды. Ты предполагаешь, что общество будет находиться в некоторого рода нужде. И более того, ты подразумеваешь, что вот этих, как ты говоришь, даунов будет очень много, да? Так что общество прям под их тяжелым весом там просто рухнет вниз. Речь-то ведь идет о том, что если такое устроение будет совершено, то в конце концов и даунов будет меньше раздастся. Булат, ну понимаешь, человек так устроен, вот я сейчас тебе поясню на примере. Вот на работе встречаю охранника. Давай как бы про коммунизм не будем говорить, это бессмысленный разговор о том, чего не бывает. Да, сейчас ты поймешь. Встречай охранника, он говорит, вот он военный, пенсия 30 тысяч, завтра охранить за пятнашку работу 45 тысяч. Денег не хватает на жизнь. Я говорю, у тебя там семья, деть не я один живу. Я говорю, ты что такое ешь? Он говорит, ничего, я в народном, говорит, закупаюсь, он еще экономит. А у меня, говорит, генерал знакомый, 100 тысяч получает, тоже в охране сидит. Ну, 100 тысяч пенсии у генерала. Не хватает ему, понимаешь. И я ему говорю, ну есть, говорю, вот эта человеческая природа, вам сколько не дай, вам все мало будет. А на самом деле, вот сейчас человек из каменного века приведи сюда, дай ему пенсию 5 тысяч рублей. И для него это будет коммунизм. Еще раз говорю, что я еще раз начал разговор с того, что я веду речь о неком сознательном, разумном обществе. Это не означает, что... Да ты утопию какую-то строишь. Конечно, утопию. Я же и сразу сказал, что это утопия. Она просто мыслится. Откуда она возникает? Все такие идеи, они же на пустом месте возникают. Логически следуют они из нашего рассуждения об этике. Логически следуют. Я не говорю, что это решение. Я говорю о том, что есть такая возможность рассуждать в этом направлении. Вот и все. Все, что я говорю. Я не говорю, что как он будет устроен, почему и от чего. Но понятно, что если человек частичен, если субъектом этики, прежде всего, является некое общество, то логическим образом вырастает понимание вот такого идеального общества в виде общества коммунистического. Это логически. Потому что общество демократическое, то общество, в котором мы живем, оно застряло в этике справедливости. А это не конец. Дальше можно двигаться. В этику добра, которая более высокая этика. И в этой высокой этике как раз и основан коммунизм. Как этика не на основе равновесия, а на основе некого неравновесия, неравенства. Почему у нас провалился этот коммунистический проект? Да я понимаю, почему провалился. Нет, подожди. Зачем мне это объяснять? Какие-то глупости. Почему блевотиной пахнет? Объясню тебе. Вот чтобы не пахло здесь блевотиной, чтобы твоя утопия стала прекрасной. Это не моя утопия. Это что? Ты размышлять-то умеешь? Хорошо. Есть возможность. Возможность фашизма есть. Утопия? Вот есть возможность фашизма. И что? Я не хочу пока про фашизм думать. Вот для того, чтобы это заработало и засверкало всеми цветами, так сказать. Не надо засверкать. Зачем? Я рассуждаю, мне как-то все равно. Послушай, послушай. Вот если в этом коммунистическом обществе появится любовь, и если люди из любви и дружбы будут идти на компромиссы, вот тогда оно будет красиво. А если это будет какой-то... А у тебя, понимаешь, у тебя получаются какие-то... Ты как бы пытаешься создать какие-то новые, более совершенные законы. Ничего я не пытаюсь создать. Как можно... Я же сказал, что коммунистическая идея не удается в силу того, что ее невозможно сформулировать в виде никаких законов. Как можно сформулировать законы неравновесия? Как? Ну сам ты это задумай. Ты говоришь, что то, чего я... Я как раз и указываю проблему коммунизма, что это общество, которое не может свое устроение сформулировать и кигодифицировать в виде законов и правил каких-нибудь и принципов. В принципе, потому что она основана в своей идее, на этике добра. Понимаешь? Которая сама лежит в некой иной плоскости, в плоскости интуиции. Засыпаю. Засыпаю. Еще, на самом деле, по поводу этики добра, я тоже, я не помню, говорил я вам или нет, что на самом деле... Кстати, в отличие ее от справедливости, что смотрите, самое главное в этике справедливости и вообще в принципе справедливости, это достижение равновесия. Совершенно не важно, на самом деле, что достигает равновесия. Будет ли равновесие во зле, то есть равное воздаяние за деяние, или равновесие в добре, то есть равное вознаграждение, не важно. То есть этика справедливости, вообще говоря, совершенно игнорирует вот эту вещь. Она как бы игнорирует конкретность... Я все равно не понял. Послушай, я договорю, потом ты скажешь. Она игнорирует конкретность своего содержания. Не важно, что вступает в равновесие, зло или добро. И поэтому этика справедливости может быть сформулирована формально, в виде принципов и прочего. Так вот этика добра, наоборот, она не может быть сформулирована в виде принципов, а потому что для нее очень важно содержание, она конкретная. Это неформальная этика, она конкретная. И в силу того, что она конкретная, она не может быть сформулирована для всех к случаю. А каждый отдельный случай требует каждого отдельного включения в этот случай. То есть ты действуешь, исходя из конкретной обстановки, в конкретных ситуациях, с конкретными людьми, обстоятельствами и прочее. И ты не можешь заручиться каким-то общим правилам на все случаи жизни. И вот теперь, если переходить отсюда, что коммунизм, опять же, да, вопросу, то вот коммунизм потому и сложен, что его невозможно выстроить сейчас. Он должен сложиться, как складывается, там, не знаю, там... Мозаика. Мозаика, да, я хотел сказать. Как складывается мозаика, неожиданно. Ты крутишь, вертишь, переставляешь, и вдруг раз что-то появляется картинка. То есть это такая вещь, на самом деле, которая не может быть сформулирована заранее. Нет никаких принципов коммунизма. Есть только просто чаяние некого идеального общества. Как оно сложится, это вообще неизвестно, невозможно понять. Но есть предположение, быть может, что помимо совести, то есть помимо интуитивного понимания правильности, существует некое разумное понимание правильности, то есть разумное понимание добра. Какое, неизвестно. Я пока не могу его сформулировать. Потому что кроме справедливости, дальше справедливости ничего сформулировать нельзя. А из любви можно зло сделать? Нет, не знаю. Наверное, нет. Может быть, любовь и есть критерий доброты? А что такое любовь? Вот еще раз говорю, для того, чтобы был некого рода критерий, нужно то, что ты называешь критериями, сформулировать. Что такое любовь? Понимаешь, вот эти слова совесть, любовь, добро и все прочее, это на самом деле попытка ходить до около чего-то такого, что мы понимаем, что это такое, некая правильность в поведении, но что сформулировать не можем. Понимаешь? Вот мы понимаем, что такое, мы понимаем, что такое любовь. Это значит действовать, исходя из некоторых, допустим, если бы мы разговаривали в терминах. Знаешь, я когда ходил к лютерану, я тоже спросил пастора, что такое любовь, он мне сказал, это когда не ставят условия. Нет. Ну, красиво, согласись. Ну, можно много других формулировок придумать. Например, можно сказать, что любовь – это когда цель, ты когда действуешь, исходя из того, что целью твоих действий является другой человек, а не ты. И много других может формулировок придумать. Но это же не правда. Это некрасиво, когда целью твоих действий является другой человек, а не ты. А как же ты? Ты же тоже должен быть. Когда должно быть вы вместе, понимаешь? Может, ты так еще. Понимаешь, на самом деле, и тут есть проблема такая, что когда мы вместе, то трудно отделить личное от общественного. Я тебе так скажу. Может быть, я, конечно, вообще не пригоден никакому коммунизму. Ну, послушай, но если для того, чтобы общество коммунистическое процветало, значит, и сложилось, ну, в общем, жило там, развивалось там и так далее, мне нужно будет пожертвовать собственным самовыражением, то я не согласен. Да дело же не в этом. Знаешь, не самовыражением, а вот творчеством. Ну, я тебе сейчас расскажу, я понимаю. То есть, я тебе что? Во, послушай, может быть, творчество? Ну, что творчество? Творчество, это какое отношение? Ну, конечно, существует творчество, но это другой аспект. Мы все вокруг добра ходим, но тут еще один аспект есть, аспект творчества. И что? Я тогда к чему хотел привести? Я хотел сказать, вот помните, есть такое упоминание о том, что Иуда Искариотский, он же был этим, носителем казны в общине, да? И как бы есть такое дополнение там в одном из Евангелих, что он из нее немножко воровал. Нет такого. Есть, есть. Есть, да? Да. Так вопрос-то, он воровал, или он как тыска говорит, что надо и себя любить иногда. Вот он носит казну, казна принадлежит всему обществу, но он-то часть общества. Может он воровать? Не воровать, может ли он из этой казны взять чуть-чуть на себя? Нет, это будет называться, что он воровал. Понимаешь? Поэтому, когда мы говорим о том, что любовь – это когда мы действуем исходя из другого, а не из себя, то мы имеем в виду, что если мы будем ориентироваться на себя, то боюсь, что кроме себя мы никогда другого-то не увидим. Не, подожди, там не было сказано, что он воровал. Там было написано, что он мог брать… Ой, да вы христиане, не читай Евангелие, не читали? Да я вам уже одно привожу, другое. Я, конечно, не помню точные слова. Ну, он как-то то ли таскал он из сокровищницы, то ли он как-то воровал там. Буквально, в смысле там написано там, я не помню, в каком Евангелии, по-моему, от Луки, наверное. Что-то я сомневаюсь. Ну, конечно, христиане их же внимательно считают Евангелие. Это же стандартная старая вещь. Не, не могли забывать просто. Лучше всего Евангелие знают христиане. Понимаешь, это… Ну, ты мог бы это место найти? Да я любое могу место найти. Ну, найди. Ну, ладно, не сейчас только. Давайте как бы договорим уже, доболтаем. Я уже проснулся, можно продолжать. Основная проблема, к которой мы пришли, и с которой надо будет повозиться и разобраться, она состоит в том, что… Ты хотел сказать, что он брал оттуда. Да. И что же получается, что нужно… Я же уже это сказал. Брать? Не нужно брать. Если считать… Проблема состоит в том, что мы так устроены, на самом деле, что мы можем делать добро только в том случае, если нашей целью будет другой человек. Если нашей целью будем мы сами, то это будет корыстное действие. Даже если это действие будет состоять в том, что я ради общества делаю, а я сейчас общество. Человек так устроен. Вы поймите, на самом деле, что когда мы говорим абстрактно о таких вещах, оно кажется все простым. Но когда речь идет о конкретных действиях, если ты будешь в свои действия вкладывать в собственный какой-то интерес, потому что ты часть общества. Ты говоришь, я буду действовать ради общества, а я часть общества. То значит, буду действовать как? В том числе и ради самого себя. Сейчас я тебе объясню. Вот смотри, вот допустим, есть группа людей. Не будем сейчас брать все человечество. Просто группа людей. Я этих людей не люблю. И они мне говорят, вот ты сейчас должен что-то там делать, чтобы нам было хорошо. А мы будем там книги писать, а ты будешь землю копать. Ну, меня может только силы заставить. Другой случай. Я этих людей люблю. Слышишь? Вот когда я их люблю, тогда я сам могу им сказать, что ребята, вы давайте книги, пишите там, а я пойду землю копать. Понимаешь, в чем смысл? Вот чем мне нравится твоя коммунистическая утопия, ты как? Я об этом ничего не говорил, никакой коммунистической утопии нет. И я ее никакой не навязывал и не предлагал. Я вообще сказал, что в логическом рассуждении есть возможность такая, и все. Я просто никакими словами ее описал, пример, что это такое. Ну, может, я тебе неправильно выражаю свои мысли, как-то не могу четко до тебя донести, но... Здесь нет механистического какого-то пути. Вот здесь нужно полететь, понимаешь, чтобы это сложилось. Надо, чтобы крылья за спиной выросли, чтобы человек полетел. Я не знаю, как это сказать не метафорически. Я же тебе еще раз говорю, ты постоянно... Я апеллирую к рассуждению, а ты постоянно апеллируешь к своей интуиции. У тебя есть некого понимания внутренней неправильности. И ты постоянно к нему апеллируешь. Выразить его не можешь, и оно к нему апеллируешь, и все. А я тебе еще раз сказал, мы занимаемся рассуждением. Я понимаю, что и у меня есть некое внутреннее понимание правильности. Но я пытаюсь с ним бороться в том смысле, что я пытаюсь рассуждать так, как есть. А ты все пытаешься... Еще раз говорю, я тебе обсуждали уже. Ты пытаешься не истину исследовать, а правду найти в этой истине. Нет, подожди. И не идет никакой правды. Нет, подожди, ведь когда мы размышляем, да, когда мы размышляем, мы же иногда заходим в тупик, и тогда что мы делаем? Мы тогда вешаемся, берем мыло на мысли. Когда мы заходим в тупик, мы опираемся на интуицию, все это переформулируем, интерпретируем по-другому. Нет, нет. Если бы так наука занималась, никакой бы науки никогда бы не было. Она так и занималась. Да, конечно. И тогда бы компьютеры не работали, и спутники бы не запускались. Почему бы они не работали? Ну а как? Если бы я смотрел, смотрел, что-то как-то, наверное, должно быть по-другому. Да? То есть, это не так, как вот в физике описано. А я хотел бы, чтобы здесь чертики прыгали, там, ангелы летали. Да, пусть будут ангелы и чертики. Все, напишу учебник. Вот тут такой-то чертик сюда заходит, а ангел такой туда заходит. Мне так больше нравится. Да нет, почему? Есть же математика Евклид, а есть математика Лобачевская. Но и тем не менее, и то, и другое, математика, и само по себе. Нравится тебе или нет? Кому-то, может, не нравится Евклидову, а кому-то не нравится Лобачевская. Это никакого отношения к этим геометриям не имеет. Да тебе не так сказать, что может быть новая физика? Да я еще раз тебе говорю, что не надо путать правду и истину. Может, ты уже обсуждали это? Истина не зависит от того, нравится она тебе или нет. Вот мне, может быть, тоже не нравятся там какие-то выкладки, но они получаются. И надо быть честным и приходить к этим в это, и думать, что с этим дальше делать. Если бы я всегда пытался вывести на то, как мне нравится, мы бы тогда вообще никуда никогда не продвинулись бы. Так бы и топтались бы на одном месте. Да нет, это ты сейчас придумал, что я якобы там... Ничего я не придумал. Я же тоже размышляю, я же не вот это самое. Я просто тебе говорю, что... Счерпываю, знаешь, с небесной луч просто идет, и мне там в голову слова вставляют. Вот так должно быть, Валя, такая правда на земле, да? Да, я же тоже как бы мышлением же это все делаю, я же по-другому-то не могу. Нет, я еще раз говорю, что вопрос сосыт в том, что мы рассуждаем. Если в рассуждении, мы приходим к тупикому выводу какому-то, по-твоему. Ну да, я вижу, ты строишь очередную бедайскую теорию. Только, мне кажется, только потому, что слово коммунизм у тебя ассоциируется с какими-то там... Нет. Да, я уверен почти сто процентов. Нет, пускай это будет коммунизм, как хочешь, пускай называется. Мне не нравится, я тебе сказал, блевотиной запахло. Да, блевотиной запахло, ну потому что... Я вообще ничего про коммунизм не сказал, кроме того, что осуществление этики добра может быть только коллективно, и все. Я единственное, что сказал, а ты какой-то, у тебя блевотиной запахло, почему? Нет. То есть, когда этика добра осуществляется индивидуально, у тебя блевотиной не пахнет. А когда коллективно, у тебя сразу пахнет блевотиной, почему? Нет, как ты сказал, от каждого по способностям, каждому по потребности. Ну хорошо, ну забудь это ты, я не знаю. Это просто для того, чтобы ты понял, что в коммунизме этика добра, а не справедливости. Коммунизм это не справедливое общество, это этика другое, это этика добра. Это только не механическое. Да неважно как, ну вот это слово механическое застряло, но какая разница, я же не знаю, что такое коммунизм. Я тебе сказал, что я не знаю, что это такое. Я просто говорю, что вот есть общество, к которому мы пришли, современный рубеж. И наше общество, предел, чего мы можем мечтать, это общество справедливости. И все органы, юридические, политические, все нацелено только на справедливость. Наш общество, подожди, наше общество не ищет никакого добра. Подожди, добро это личное дело каждого отдельного человека у нас, так получается. Ты лично хочешь добром заниматься? Занимайся. А на самом деле, чем занимается общество? Только справедливостью. А я тебе говорю, почему добро отдано на откуп отдельных индивидов? Хотя добро, оно важнее справедливости. И оно должно, на самом деле, точно так же быть коллективным. Ну послушай, секунду. Мысль-то очень простая все, что это. Она такая же из мышления исходит, а не из небес. Вот допустим, сейчас бы на земле одновременно жили мать Тереза, Ганди, Франциск Осийский, Иисус Христос, Будда и Магомед. Ну не знаю, что это Магомед, я его плохо знаю. Настоящие или те, которые картинки придумали, написали в Евангелии и прочее? Если бы жили настоящие, ничего бы не изменилось. Нет, вот жили бы они одновременно. Еще раз говорю, что они зависят, но хорошо. Ну послушай, и они пришли бы вот сюда на этот семинар, и я думаю, я бы с ними коммунизм построил. Мы его построили. А вот знаешь, в чем разница наша состоит? Я тебе сказал, что коммунизм невозможно построить. А вот мы бы с ними построили. Но я же тебе объясняю, почему. Я же объяснял. Потому что вы бы не смогли договориться. Вы бы не смогли договориться. Потому что нету способов договориться в добре. Почему ты-то должен копать, а они должны размышлять. Или наоборот. Нету способов договориться. Вот если мы делим все пополам, мы можем договориться, потому что мы равны, делим пополам, все нормально. Если у нас есть равновесие, допустим, иногда ты, иногда я, или там мы поменялись, или там, если мне больше труда, значит мне большее зарплаты, все понятно. Никаких возражений не будет, конфликтов не будет. А если получается, что я работаю за всех, а получаю меньше всех, неважно, какие люди вокруг меня окружают, даже самые счастейшие и умнейшие, как я смогу с этим смириться-то? А я бы смог. Нет, дело не в этом, смог ты или нет. Дело в том, что на самом деле это можно только если общество устроено так, что вот такая система в обществе, что она изначально как бы на это каким-то образом непонятна мне. А я тебе объясню, это очень понятно, потому что ни Франциск Осийский, ни Будда, ни Христос, ни Мать Тереза не допустили бы такого, чтобы я копал все время, а они бы творчеством. Да, и понятно, и что тогда стояло, как обычно это было, одна лопата, 10 человек и все копают, молодцы. Хорошо бы вы устроили. А ведь суть-то проблемы состоит в том, что кому-то надо копать, а кому-то надо размышлять. Но я так не думаю. Ну правильно, вот ты так не думаешь, и все сведется к тому, что, говорю, 10 человек будут вокруг лопаты стоять и вырывать у друг друга черенок, а кому копать. Ну почему? В чем смысл этого такого общества? Можно же по-другому копать по часу в день всем. Ну правильно, вот опять уравнил, опять перешел к обществу справедливости. Это и есть общество справедливости. Ты каждый раз скатываешься к этому обществу справедливости, всем копать по часу. И хилому, и женщине, и мужчине, и здоровому мужику, всем по часу. Это, конечно, будет справедливо. То есть тебе нужна справедливость, и ты всегда скатываешься к справедливости. Равное. Труд тяжелый, все должны через него пройти. И проще. Ты везде требуешь справедливости, потому что ты по-другому не понимаешь ничего. А вопрос идет не о справедливости, а о чем-то другом. Понимаешь? Вопрос идет о том, чтобы общество было так устроено разумно, что внутри осуществлялось некое неравенство, но не за счет подавления, а за счет того, что все удовлетворены. Дружочек, ты коммунизмом называешь фашизм. Нет. Я еще раз говорю, надо понимать, что я коммунизмом называю некое общество высокого уровня, в котором преодолена нужда. Вот представь себе, что все получают еду, все кушают, все это основные потребности для того, чтобы человек выжил, все это осуществлены. Коммунизм идет дальше. Когда все это осуществлено, неравенство возникает на более высоком уровне. А представь такую ситуацию, ты все рассуждаешь, я так думаю, что у тебя в голове сидит такой вот гвоздик, что уж ты-то, конечно, будешь творить, а кто-то там будет копать. Например, Валя. А представь такую ситуацию, ты окажешься в таком обществе, где именно ты будешь копать, а другие будут творить. Правильно. И поэтому коммунизм и невозможен. Ты говоришь о том, почему коммунизм невозможен. Потому что каждый из нас ощущает себя отдельным, у индивидуумом. Видишь, ты говоришь, я, а про себя говоришь, что же я. И мы такие полностью отделенные, атомы такие, никак с друг другом не связаны. Мы не одно тело, да, вот, как говорят, тело Христово. Там не одно общество. А мы разные. И я в это общество отдаю свое, как будто бы это мое. Я же тебе объяснял, общество коммунистическое, там нету мое и твое. Там есть ресурсы, которые разделяются. Твоя индивидуальность, твоя, она не такова индивидуальность, что это вот мои руки, мои ноги там, и мои способности. А эти способности, они на самом деле и твои, и общество. И общество, они точно так же принадлежат, как принадлежат тебе. Не, я не хочу такого. Ну, ты не хочешь тебе. Я же тебе объясняю, что это следует из частичности человека. Ты же согласился, что человек частичен? Ты, значит, изначально базируешься... Я не хочу раствориться в коллективе. Еще раз объясняю. Значит, ты изначально базируешься на понимании человека, как некого цельного универсального индивида, атома, отделенного от общества. И тогда, на самом деле, у тебя есть некое твое взаимоотношение с обществом. Ты отдаешь? Нет. Ну, именно так. Ты так именно понимаешь. У тебя-то получилось как? Что у тебя путь дальнейшего развития вдруг заканчивается тем, что в этом обществе мы все должны раствориться опять. Ой, как все боятся. Мне больше всего все понимают. Я вообще не говорю ни про какое общество определенным образом. Раствориться, не раствориться, я вообще не знаю. Я просто тебе объясняю. Вот, например, в твоем организме есть клетки. И почему-то клетки печени не ноют, что они не клетки мозга. А клетки там, какие-нибудь ног, которые постоянно в грязи и в поту, они не ноют, что они не клетки там, я уж не знаю, сердца. Почему-то они разделились и спокойно все живут на благо общего организма. Почему-то это происходит. И почему-то в христианстве тоже предполагалось, на самом деле, что отдельные христиане объединяются в единую церковь, в которой представляет собой Христос. И там одни, это как бы предполагается, что это мозг, а другие там руки, а третьи еще какие-то члены. И все вроде нужны, и все разные. И там никаких не возникает тоже вроде каких-то претензий. А тут возникла вдруг такая претензия, ну как же так? Вот я буду там клеткой, не знаю, кишечника. Не-не-не, я хочу быть клеткой мозга. Причем самой главной клеткой мозга. Там есть одна клетка, самая главная. Вот я ей хочу быть. Понимаешь, что ты просто изначально никак не можешь вписаться в понимание того, что дело-то идет о другом неком, в принципе новом, которое, тебе кажется, может фашизмом, я не знаю, неважно как. Я даже не знаю, как оно может осуществиться, но я вижу свой организм, я понимаю, что это возможно. Что разные клетки организма живут на благосостоянии в целом. Я не хочу. Клетки? Я не хочу. Ты считал это прогрессом? Я тебе еще раз объясняю. Ну как-то клетки же пришли к этому, они тоже когда-то были в бульоне, кажется, сам по себе. Ну это не клетки. А значит на новом уровне все будет по-другому. В том-то и проблема социального общества состоит, что каждый говорит, что мы не клетки, я универсал, как бы я, как бы, это я общаюсь с обществом, я типа делаю одолжение обществу, что вообще в нем работаю, что свои дары приношу сюда. Это мое, мои руки, мои способности, это супер мои способности. Я же не из общества их сделал, да? Не общество меня научило. Да я сам взял, родился, знал язык, меня всему научился. Все делал сам. Это все мое, вот мое достояние, моя собственность. Вот так вот огородить и сказать, что не трожь мою собственность. Вот так что ли потом им надо поступать? Ну здорово. А другие люди, которые рядом страдают, у которых от рождения ничего нету, пусть у него это страдает, умирают, ну-ка, они же виноваты сами. Надо же было собственность захапать вовремя, когда раздавали мозги. Не успели захватить, но виноваты. Так что ли ты хочешь рассуждать? Ну а что? Ведь фактически речь идет о том, на самом деле, расстат разные. Значит надо делиться. Делиться. Но только делиться на всех уровнях. И собственностью делиться, и способностями, и всем прочим. И в том числе делиться в том отношении, что даже может быть страдать, понимаешь? Но я еще раз говорю, что может быть страдать и не придется, потому что все-таки речь идет о высокоразвитном обществе, где основные необходимые потребности будут удовлетворены. И речь все-таки идет о том, что оно будет таковым, что возможно там, ну допустим, механизирован будет там самое примитивное и тому прочее. Но это уже не важно, как это на самом деле будет устроено. Суть вопроса состоит в том, что оно мыслится как некое общество, в основу которого поставлена этика добра, а не этика справедливости, как сейчас. Сейчас в нашем обществе основой является этика справедливости, и именно поэтому, между прочим, христианство не вписывается в эту этику. Именно поэтому христианство находится на периферии. Ну в общем да, иудейский проект реализуется. Да. А иудейские проекты, иудеи, кстати, именно потому вписываются в него, и потому у них получается все, и они движутся в этом обществе. Потому что это и есть их максимальный уровень, максимальная планка того, чего они в принципе всегда и жаждали. То есть осуществление как бы всеобщего законодательства везде, во всем, во всем мире. Подожди, подожди, Булат, а вот ты говоришь, что христианство это не получается. А вот смотри, в монастыре, у них они распределяют все, каждый делает что-то. Правильно, да, монастыре как единый организм. Как раз то же самое, как коммунизм. Опять же, да. Как единый организм. Но я же говорил о том, что... Именно в монастыре у них все очень хорошо. Я говорил, что идея коммунизма, это не вязь идеи прерогативы какой-то Маркса. Это вообще, говорю, общая идея. Общественные жизни, в котором общество живет не как разделенное на атомы, на как бы рассыпанное, да, вот как атомизм. Да, и демократический атомизм. Что такое демократия? Демократический атомизм. Все рассыпано, как бы, и каждый сам в отдельности, и все состыковано там внешним образом, как ты любишь говорить. А это такое общество, в котором как в теле, в организме. Община. Как в организме. Там, где надо, туда ты и идешь. Там, что ты лучше все получается, то ты и делаешь. Ну, тогда помнишь, ты говоришь, что почему мы не встаем за станок? А сейчас ты наоборот уже говоришь, что почему я должен копать, когда я хочу думать. На самом деле, вопрос следующий. Если глубже копнуть, Валя, я уже тоже об этом обсуждали, то тут различие антологий. В современном обществе принято следующая антология, что мир совокупляется из элементарных частиц, да, и путем их внешнего соударения, образования внешних связей, образуется целое. Точно так же в обществе. Есть отдельные индивиды, которые сами по себе, каждый отдельный, суверенный, такой отделенный, такой полноценный, полностью равновешенный такой индивид. И вот он, группы вступают, шли-шли отдельно где-то, разные. Они раз собрались в кучку и стали обществом. Типа так, образовались у них связи, поженились, и вот образовалось общество. Вот это представление антологическое, да, оно как бы превалирует, и отсюда возникает вот эта проблема того, как устроено общество. Общество, если общество организовано на основе принципа связей полноценных, универсальных вот таких вот индивидов, то тогда естественным образом везде превалирует равновесие между этими индивидами. То, что общество, это ведь что такое? Это некое результирующее вот этих равновесий и отдельных взаимодействий отдельных людей. Теперь вторая антология, о которой я говорю, что если человек счастичен, то на самом деле первичным элементом является само общество как целое, в котором отдельные индивиды всего возможности урвали себе какое-то маленькое пространство. Вот есть некая цельность, вот типа как, и каждый отдельный как бы, они урвали себе какие-то горизонты этой цельности. Они не могут далеко уйти, но как бы отделиться в огромном куске целого, счастью могут. То есть у них есть какая-то маленькая свобода внутри вот этого целого. Но целое перевещено по отношению к частям. И поэтому это целое на самом деле, оно диктует этим частям как жить. То есть, и получается, что благо целого важнее благо отдельных частей, как в организме. Мы болеем, какие-то клетки умирают, но все это, какие-то клетки бросаются, это самопожертвование, чтобы бороться с болезнью и так далее, они тоже умирают, но чтобы спасти организм. Понимаешь? То есть все ради целого. И тогда на самом деле, вот если общество так устроено, это другая онтология, тогда не возникает проблемы, а как так случилось, вот я меня там задаю. Да нет никакого, у тебя есть общество. Общество, оно первичное. Конечно, ты есть, ты отделен немножко. Потому что для общества выгодно на самом деле, чтобы каждый отдельный этот индивид бы имел вот такую внутреннюю собственную свободу. Не так, что вот как полностью зажать. Наверное, были такие общества в древности, когда полностью человек был зажат. Вот древнее общество, где там все под нуждой было. Но они плохо развивались. Потому что надо человеку дать возможность инициативы, наверное, дать возможность вот этого действия, тогда общество быстрее развивается. И вот как бы другая система теперь существует, да? Не полностью зажатый индивид в составе целого. Допустим, вот раньше община была, которая перед Богом, например, из Израиля, выступает перед Богом. Там нету отдельных индивидов. Там есть целое общество. Отдельные индивиды там так зажаты, что их почти спрессованы. Понимаешь? Конечно, некое одно. Постепенно, когда нужда отступает, общество позволяет отдельным индивидам расслабиться, что называется, получить больше свободы. Но это на самом деле заслуга уже просто общества, что оно достигает такого уровня, что позволяет отдельным индивидам развиваться самостоятельно. И дает им возможность какой-то свободы в действии. Так вот, это опять же с целью развития самого общества. Так система устроена. Но из этого же не следует, что каждый отдельно освободившийся так слегка. По-своему, слово освобождившийся, это очень важно. Вот эта эмансипация. Сначала эмансипировались там, не знаю, рабочие эмансипировались, потом что-то эмансипировались одни, другие, третьи. В конце концов, эмансипировались даже женщины. Только бесконечное освобождение. От чего освобождение-то? На самом деле, вообще разговор идет о том, что сейчас как бы иллюзия такая создала, что мы вот такие атомы индивидуумы. Мы не таковы. Мы на самом деле черпаем свою силу, свою мощь, свою сущность из общества. Изначально, из отрождения до смерти. И может быть, ну это все гипотезы, естественно. Это просто разные гипотезы, разные антологии, которые ставятся в основу этики. Та этика, эта атомарная, она пределом своим имеет справедливость. Потому что добро, с точки зрения атомарной этики, где взаимодействуют отдельные индивиды, является каким-то безумием. Понимаешь, и христианство в этом смысле является безумием. Ну как так, действовать себе в ущерб? Ну это же глупость. Жертвовать собой, это конечно героизм, но на самом деле где-то в уме прыгает, это глупость. Потому что надо всегда иметь в виду прибыль и прочее, и прочее. Или отдачу какую-то. Хотя бы дашь башь на башь, добро на добро. Так вот, а жертвенность внутри целого, в котором отдельные индивиды, и слегка как бы выделены, она оправдана. Потому что изначальным субъектом этики является общество. И если какая-то клетка, часть какая-то, человек жертвует себя ради общества, в этом и есть цель. Это отдельная часть. Каждая часть, потому что является только частью. Если общество устоит от того, что часть погибнет, так часть должна просто радоваться счастью своему, отдать себе, пожертвовать себя ради общества. Совсем другая индивиды, это уже не безумие. Так наш организм устроен вообще-то. Это уже сама логика такой целостности. Понимаешь? И тогда все по-другому становится. И так христианство становится единственной этикой правильной. Потому что только христианство достигло уровня этики добра. Только оно понимает, что это такое. Только оно удерживается в этом. Но оно в этом обществе, атомарном, оно места не находит, естественно. Оно может найти место только в таком другом обществе. Как уж его назвать? Коммунизм, Царствие Божие, там еще как-нибудь. Это уже не важно. Оно, по крайней мере, мыслится. Так что рано или поздно оно ведь осуществится. Как это случится, я не знаю. Просто сам факт. И тогда не будет уже, главное-то самое интересное, что тогда человек, жертвуя собой, не будет чувствовать вот эту ущербность, что он идиот, что он лузер, что он проигравший. Он будет чувствовать, что он наоборот, он тот самый правильный. Он смысл жизни осуществует. Потому что смыслом будет жизни не отдельная жизнь какого-то отдельного индивида. такая замечательная, какая-нибудь там в свете софитов или каких-нибудь где-то там на кафедрах каких-нибудь философий. А жизнь целого общества. Если я пожертвую собой ради общества, я в этом и достигну вот этого высшего понимания смысла. Но только это другая антология. На нее надо перешагнуть. Понимаешь, что тут вот проблема состоит в том, что надо поменять не просто взгляды свои, у тебя одни взгляды, у меня другие, а надо как бы представление о мире поменять. Как мир устроен как бы по-другому. Надо понять, что мир по-другому устроен, что целостность предшествует всякого рода частности, а не наоборот, как вот атомы предшествуют целостности. Там еще какая логика? Сначала атомы, отдельные индивиды, а потом целое из них как бы сопрягается. А тут наоборот, сначала целое всегда, а потом уже только внутри целого выделяются отдельные индивиды. Логика разная. Все? Ну да, только хочу добавить, что если такое общество реализуется, то по идее, конечно, оно даст возможности для творчества. Да, конечно. Смотри, во-первых, вот сейчас ресурсы общества тратятся в пустую, отдельные индивиды их захапали, а эти ресурсы, условно говоря, если так можно выразиться метафорически, гниют где-то там за кромах у этих придурков, понимаешь? Они же, ну что сделать, ну сколько человек может съесть, ну там, ну сколько, ну 10 яблок, 20 яблок, ну миллион яблок уже не съест, куда это все денется? Ну так же совсем, сколько ему нужно домов? Миллион домов нужно, что ли? И так далее. Вот сейчас ресурсы распределены неправильно, все как бы, все зажато как бы, и все скривлено тем самым, что есть у кого-то какие-то специфические интересы, которые не позволяют обществу нормально развиваться. Он хочет, чтобы ему деньги, денежный поток ему шел, за счет других, да, которые зажаты там, почему-то скривлены и так далее. Если как бы будет осуществлен принцип, что прежде всего целое, то тогда вот это вот все раскрепостится. И возможно, ну это я об этом и Марс говорил, но это стандартная мысль, в этом ничего особенного-то нет. Что все будет возможно осуществлено, потому что будет, ну будет, не знаю, будет ли, возникнет возможность реализации любых вещей. И в конце концов, люди, неужели люди, вот тебе даже сейчас говорят, что в принципе, сейчас у нас столько ресурсов, столько технологий, что мы можем в принципе обеспечить безбедную жизнь любого человека. Только он минимально будет отдавать как бы там какую-то работу, и ему накормить его, напоить там, обогреть там, и там дать жилище, там, никакой проблем нет. Любого человека на земле, всех. Потому что все, все технологии, у нас все есть. То есть создать идеальное общество уже сейчас можно, просто завтра вот так вот объявить как бы и сделать. Но, ну, больно много всего этому противится. Потому что вот эти вот силы, да, которые на себе сгруппировали ресурсы, да, сгруппировали их средства, они, конечно же, не дают возможности выровнять ситуацию, да. Вот создать вот это неравенство. То есть они сейчас тоже в неравенстве живут, в другом, в обратном неравенстве. Да, но с другой стороны, ты не забывай обратную сторону, да, что те силы, которые типа обделенные, они же тоже не готовы к этому обществу. Ну, конечно. Я говорю, ты заметь, что неправильная антология. Атем-атомы, которым предоставлена якобы полная свобода действий, якобы там. Вот ты атом, если ты будешь учиться, если ты будешь как бы стараться, будешь вкладывать, капиталы там наживать, в конце концов, ты вырастишь и станешь там, не знаю, богачом. Типа там, все будет для тебя возможно. На самом деле это не так. Ну, как бы, но идеологически это подстегивается тем способом, что ты типа универсальный индивид, ты как бы, человек, вот как бы ты экзистенциализм, что человек есть возможность, да. Возможность любого быть, любой сущности. То есть он как бы бы те, которые могут стать любой сущностью. То есть обрести любое содержание. На самом деле это не так, потому что он конкретный индивид, а конкретный индивид имеет ограничения, конкретные. Не имеет он абсолютной возможности, всегда какой-то ограниченный горизонт возможностей, который связан с тем, какой человек имеет личные способности и что его окружает вокруг. То есть какие возможности существуют в обществе. Но, все-таки, возможность такого общества разумного, она видится. Мы, и для того, чтобы его приблизить, не надо никаких революций совершать. Оно должно, оно само как-нибудь вырастет однажды. Оно уже вырастает, наверное. Единственное, что, если честно, единственное только христианство держит саму идеологию этого. Может быть, в этом и состоит смысл христианства. Что оно, в конце концов, удерживает эту идеологию в этике добра. То есть внутри христианства оно заложено. Как предыстория, да? Да, но оно даже, видишь, оно же сформулировано, и уже даже многие не понимают, что это так. Люди же смотрят на христианство и думают, что это такая же религия заповеди, как иудаизм. Они понимают, что любовь, конечно, это, там, говорится так, возлюбите и Бога, и возлюбите ближнего своего, как самого себя. Они думают, что это заповеди. То есть, на самом деле, они понимают, что это вроде не заповеди, вроде это незаконный, не принцип, но это что-то другое. Или там говорят иногда, что единственную заповедь это Христос дал, любите друг друга, как я вас любил. Это опять же не заповедь. Когда речь идет о любви, идет речь о чем-то другом. О том, что вот трудно формулировано. Почему? Он говорит, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Да это понятно, потому что писали-то уже люди потом, и они написали заповедь. Ну так, по-другому просто... А как сформулировать с другой стороны? Как сформулировать? Ну, даю вам что? Я вам что даю? Суть вопроса в принципе состоит, что дело идет не о законах. Ну вот опять же, Павел, давайте вспомним. Ты понимаешь, что невозможно заставить полюбить какую-то? Да, конечно. Как вот можно сказать, возлюби ближнего своего? Что это, требования, что ли, от меня? Не волнуйся, любовь это свободное действие. Ты принимаешь сердцем, либо нет. Да, и не может быть никакого требования в виде заповеди возлюбить. Как это так? Любовь это не то, что можно потребовать. Понимаешь, что это незаконно. То есть и так же и Бога нельзя возлюбить. В том смысле, что, точнее, Бог сам не может потребовать от нас любви. Любовь это то, что совершается в сердце свободно. И либо я уже совершаю это сам по себе, либо нет. Никто не может меня принудить к любви. Ну да, это было бы ужасно. Что это? Да, это не любовь. Это садомазм. Так же и коммунизм. Понимаешь, невозможно в него прыгнуть революционным образом. Давайте вот так вот сейчас уберем всех богатеньких. Иди попрыгнем. Потому что сами бедные точно так же живут. Нет, мы так же не готовы. Да, они точно так же хотят господами стать. Какая разница? Разницы-то никакой нет. Потому что... Все эти революции, они только сведутся к одному, что одни богатые. Ну одни, но это же... Одни господ, но других. Да, это же об этом же многие говорят, что и там. Что революция сводится к тому, что правящий класс меняет только. Меняется и всё. Толку никакого нет. Но главное, что идеология-то ведь не в том состоит, кто будет правящим классом. А идеология состоит в том, что общество должно быть устроено разумно. И разумность эта, она не сможет прийти путём революции. А разумность эта, она вот как организм. Как вот наш организм создался, как он возник. Вот так же, видимо, и общество должно прийти к этому. Конечно же, а здесь только аналогия между организмом и обществом. Но в каком-то смысле наш организм, клетки как-то вот разделились, и они теперь стали разными. И живут счастливо, надеюсь, там, в своей разном бытии. То есть так же и люди должны как-то умудриться найти вот эту вот правильную правду, сельмяжную середину. Но она не через насилие происходит, она как-то по-другому должна осуществиться. Я не знаю как. Потому что насилие, говорю, приводит просто к тому, что социально переворачивается, а по сути онтологически остаётся тем же самым. Онтология должна поменяться, целая должна превалировать перед частностью, перед отдельным индивидом. А причём, а у нас это называется, если ты вспомнишь, в Советском Союзе, тоталитарное общество. Понимаешь? Ты вздумайся сам. Тоталитарное общество – это и есть правильное общество. Но только тоталитарное не в смысле вот этих уничижительных нот, что типа «О, подавление личности». А смысл состоит в том, что целое переверие отдельных индивидов. Но только надо понять правильно, что такое это целое. Только это целое не такое целое, что сидят там при изюме какие-то более цельные, чем там другие. И это целое, что нечто другое. Я как бы служу, условно говоря, вот, это как служение. Я служу целому. Послушай, понимаешь, Советский Союз действительно же был тоталитарным в общем. Потому что он же не был коммунистическим. Но в нём превалировало вот это понимание. Нас же учили как? Что благо коллектива, благо общественное благо, оно важнее благо личного. Но я считаю, что пока... Это правильное на самом деле учить. Слышь, я считаю по Гиггелю, что пока общество не дорастёт в своём сознании, до такого общества ничего и не будет. Нет, ну я согласен, да. Согласен. Понимаешь, что пытаться... Форсировать здесь события, пытаться как бы ускорять это, это всё бессмысленно. Скорее, может быть, речь идёт о том, что надо стараться так, чтобы не было людей, которые тормозят это. То есть сейчас на самом деле проблема состоит не в том, что надо ускорять, а в том, что надо стараться делать так, чтобы вот те, кто тормозит, чтобы им это торможение не удавалось. Сейчас же на самом деле практически происходит, что некоторые люди, которые находятся у власти, которые ими обладают ресурсами, они тормозят всяческие развития общества. Понимаешь, всяческие. Они хотят спустить это общество на феодальный уровень. Они хотят развязать какие-то конфликты, разделения национальные, религиозные, расовые. Везде вбросит это зерно индивидуальности. Ведь фактически... Речь ведь о чём идёт? Уже человечество в целом может говорить о том, что оно уже целое. Почти. Мы уже легко рассматриваем, например, новостях, новости уже всемирные. Уже Китай где-то возник, Индия, Америка, мы. Но мы уже живём единым шариком земным фактически. Всё уже посчитано, всё целым известно, всё уже разведано. Но всё это ведёт к тому, что рано или поздно мы объединимся, и сознание этого объединения возникнет. Оно уже есть в виде ООО и прочих политических каких-то... Ну, правда, декоративных пока, но в каком-то отношении. Ведь они уже есть, вот эти вот... Некоторые органы, да, которые репрезентируют вот эту общность людей всей Земли. Но существуют силы, которые всячески стремятся этому противодействовать. Они вносят разлад, раскол, разделение и прочее. Чтобы, не дай боже, как бы люди объединились там, под каким-нибудь флагом там. Мне кажется так. Мне кажется, что в каком-то отношении тут вот интернет как раз, это такая вещь, которая вот тут людей соединяет. Потому что она даёт возможность увидеть людей других, настоящих людей. Не каких-то там, а настоящих. Как вот просто каких-то частных людей, которые вышли в интернет, а что-то сказали. Ну да, разве могут там какой-нибудь Маркс или всё кто-нибудь полагать, что будет интернет? Что можно так вот выйти и своё мнение выразить. Понимаете, тут может быть, была, ведь может быть, не хватает каких-то составных частей, вот типа интернета, которые ещё появятся. Конечно. Я говорю, мозаика-то сложится рано или поздно. Другое дело, что есть вот реально, я просто сейчас вот вижу, вот это не только моё мнение, там, многие видят, что вот, ну, Кургиня, кстати, об этом говорит, что есть реально силы, которые вот стремятся вам, что бы то ни стало, это развитие затормозить. Потому что они тоже понимают, к чему всё это приведёт. Понимаете? Просто всё это приведёт к некому глобализму, но не такому глобализму, в котором они сумеют власть удержать, да? Они ведь что хотят? Они хотят такого глобализма, где бы они остались на вершине. Ну, какие-то там власть придержащие, там, финансовые всякого рода там воротилы. А ведь будет такой глобализм, где не будет вот такой вот власти отдельно в отдельных руках, а какой-то другой, разумный какой-то глобализм, который уже есть, да, пока он интуитивно как-то вот, бессознательно присутствует уже, но которого ещё нет по факту. Ну, не знаю, что там, сложно сказать. Да нет, я буду думать о будущем-то здесь. Это просто, я просто к чему говорю, что вот мы в вопросе, в подходе, в обсуждении этики, видишь, выходим на такие проблемы, более глобального плана. Казалось бы, простой вопрос. Об этике выводит вообще на какие-то вообще фундаментальные вещи. Что на самом деле, даже чтобы решить вопрос этики, надо на самом деле сначала вопрос онтологии решить. Как же устроен мир-то? Что-то человек всё-таки частичен или он цельный? И мне кажется, что вот вся проблема западной цивилизации, она покоренится в том, что они однажды, ну, это начиная с эпохи Возрождения, решили, что человек цельный. Да, что каждый человек – это как бы Бог, как бы. Ну, такой маленький божок, такой цельный божок. А на самом деле это не так, что не каждый сам по себе, каждый не Бог. А что Бог скорее является целым обществом. А каждый встроен в него. И встроенность эта настолько сильна, на самом деле, что даже сам по себе человек без общества не мыслит. Что не так, что высадили какого-нибудь Робинзона Круза на острове, и он там типа стал человеком и продолжал жить себе спокойно. Такого, это на самом деле фантазии. Не бывает таких вот отдельных, универсальных. Он же там, Робинзон Круза же идея, это же та же самая идея. Человек универсален. Он высадился на острове, ну, попал в крушение, не важно. И там все сумел сделать. То одно, второе, он все знает, приладил, хозяйство развел, козы у него там, все там. Понимаешь, один человек, то есть ему общество типа не нужно. Я все могу. Это не так. А на практике мы знаем. А на практике на самом деле зубу на полку и умирает. Что там, 15 современных людей, да, приехали в тайгу и не смогли выжить. Вот это на практике, да. Поэтому я и говорю, что наше встроенность в общество, оно недооценивается. Мы привыкли чувствовать себя как бы такими там отделенными, такими, да, такими совершенно там. Пока в обществе. Пока мы в обществе находимся. Нас же кажется, что все это само собой разумеется. А вот стоит только оказаться где-нибудь там в тундре, и ты уже понимаешь, что ты просто черепь, а не кто. И что только твоя вся сила, вся твоя гордость, да, так сказать, и величие, оно создало в том, что ты опирался просто на общество, которое сильно. Ты сильен только потому, что ты все-таки часть общества. И на его ресурсы опираешься. И его ресурсами кормишься, и прочее. Так что надо, вообще говоря, если брать Маркса уже к этому вопросу, надо разговаривать не о том, что какие-то отдельные плохие дяди кормятся за счет других. Потому что это, в принципе, не так страшно. Потому что и в коммунизме будет так получаться, что одни будут за счет других кормиться. Как мы уже посмотрели. А вопрос состоит в том, что было разумно устроено. Разумно. А не так, что в стихе там везде царствовало. Или именно вообще злой умысел. Да, ну это понятно, что. А разумно устроено, только мне кажется, еще раз говорю, что возвращаясь одно и то же, может быть, надо менять антологию, надо изначально говорить о том, что есть некая общинная. Вот на самом деле, почему говорят же, что из России свет пойдет. Потому что вот эта общинная, коллективное понимание общественности, оно как бы более нам присуще, чем западному человеку. То есть западный человек всегда себя считает индивидуем таким, у них там прайвеси есть, частная жизнь, там отгороженность, понимаешь, и так далее. Не суйтесь мои дела, там как бы там и прочее, и прочее. А у нас, на самом деле, мы как бы вот живем скорее коллективной жизнью. У нас в принципе изначально, с незапамятных времен были коллективы, там община, там крестьянская, и прочее, и прочее, и прочее. И вот у нас эта коллективность, она как бы, ну что называется, в крови. Понимаешь, она в культуре просеяна. Там неважно, там какой-то национальности принадлежит. Дело в том, что она в самой культуре проставлена. Это культурный код такой, другой. Коллективный код. Понимаешь, мы у нас, конечно же, в этом коллективе подразумевается, что каждая отдельная индивидуальность тоже имеет значение. Но тем не менее, все равно коллективное превалирует. Почему и коммунизм был возможен только в нашей стране, по сути. Потому что это просто нашему коду культурному соответствует. Продолжение следует...